читать думать 18 плюс константин кадавр въебал по ней но это шляпа короче открывается вся эта хуета раскаленный ему на ноги ну вот это из последнего ну чё ебать если бы советские времена были ему может быть какую-нибудь пенсию типа дали не узнает а так не философия не бессильна философия всесильна понятно что происходит а чё ты вечерами после работы делаешь ну вот вообще телесмотрел батлуган а книги читаешь нет а я вот в качестве развлечения люблю книжки читать а когда бегаю вместо музыки аудио лекции слушаю какие-нибудь прикольный ты как один из этих хуесосов типа который как знаешь 90-х когда все нищие были у кого ничего не было и вы возвращаетесь после каникул в школу ну и рассказываете кто чем занимался летом и один такой как бы между делом говорит а я там на море было потом каждый вечер приветствую приветствую sony playstation играли там crash bandicoot все дела каждый день играли мне это playstation блин кстати в мафию сегодня зарубился меня посадили в тюрьму я потом после тюрьмы вышел и город весь изменился и машины изменились они все переделали я такой вот это охеренно вот вот ни хера себе мафия 2 бум просто ну я впервые просто вижу такое что прям так бум они один город проработали а потом следующий город проработали думаю ни хера себе молодцы то клёво даже надоел уже и мы вроде как все должны взять позавидовать ему удивиться потому что мы то есть мафия 2 меня пока удивляет я позитивно очень отношусь книги тоже клёво книги магазинах только ему то и правда было чему завидовать если конечно не пиздела ты зачем хвастаешься книжки он читает лекции слушает но дело в том какие книжки ты читаешь просто от некоторых книжки то же самое даже хуже чем кино там игры и так далее так далее да в тюрячки в душ приставали я всех отхерачил да не хвастаюсь произносишь это так значит вообще начал тухую базарить а в смысле он хвастаться может на не хвастается для меня просто всегда интересовало хочу все вокруг такие спокойные вот я всю жизнь мучаюсь вопросом зачем я живу зачем мы все живем зачем я существую и такое ощущение что больше никто такими вопросами не задается это банальный вопрос тупого быдла и такими вопросами задаются почти все чувак ты не поверишь ну может какие-нибудь только книжные герои обычные люди в автобусе они будут никогда не думают откуда ты знаешь что может быть читаешь их мысли чувак может быть ты считаешь мысли бабулика в автобусе или не говорят об этом вот и ну а чё не должны говорить себе каждый день об этом думаешь вот я и спрашиваю чувак ты за собой разговариваешь как я когда совсем не такой как я ты кидаешь копье с 8 до 5 работаешь каждый день и неужели ты никогда не задаешься вопросом а зачем все это зачем тебе работать 40 лет на пользу других а потом подохнут мне а по хуй но почему ты не думаешь ты не задаешься вопросами нет а как же так но насущные проблемы хотя бы правительство постоянно тебя обманывающие пропаганда это дичайшая по телику по твоему санкции направленный исключительно против тебя об этом ты тоже не думаешь ни о чем я не думаю я прихожу с работы я устал понимаешь я устал я не хочу ни о чем думать я не хочу кроссворд рассказывать там ребусы лежать и не хочу думать о смысле жизни обо всем вот этом потому что я я устал после работы да ты просто ленишься твой разум спит о матвей пришел все приветствую матвей ну ребят вы сами видите что он написал не буду читать я живу мне застеснял а ты не мыслишь ты существуешь как животное да пошел ты нахуй пиздобыл собеседник с какого ты хуя взял что то что ты мыслишь там думаешь что твое достижение проявление твоих сил ты мыслишь потому что тебе заняться нечем а я работаю каждый день я устаю от всего устаю делать что угодно для чего к у тебя проблемы со здоровьем от патлы от телека от дивана не требуется мыслить и думать работу ты можешь чего курить а реально какие-то проблемы не знаю за здоровьем физически смена занятия это отдых мыслительная деятельность это отдых от физической работы мой ты пиздюк тот кто сказал что смена занятия это отдых и еще один пиздобол мыслитель такой же ну такое как ты палец о палец жизни не ударил я согласен когда заебываешься на работе думать сложно я поэтому кстати не работаю секреты мыслителей да серьезно думаешь что смена занятия это отдых давайте атакует лед короче смотрите я работаю тем что мыслью прямо сейчас вот у меня какой путь ты вот после зала вот так пойдешь и отъебашишь восьмичасовую смену на заводе не кстати поэтому аристотель во многом и писал что философия появилась за счет того что в греции как раз возник институт рабовладения рабы появились у некоторых свободных граждан освободилось большое количество времени только благодаря этому большому количеству времени смогли появиться философы потому что они смогли тратить большое количество времени на то чтобы мыслить развивать общество предлагать какие-то политические институты там этику новоэтические концепты там все такое круто да на то есть как раз вот такой быдлан, который тупо работает, вот такой чувак, он ничего этого не может. Он просто тупо пашет по тем правилам, по которым ему заказали это делать. А есть люди, которые помогают упрощать жизнь таким быдланам, если бы вот этот быдлан, если бы не было людей, которые бы думали о мире, которые изучали его, которые предлагали новые методы, новые политические устройства, вот этот быдлан бы жил в куда более худших условиях, его бы там плеткой стегали, там, если бы что-то не так сделал, мы бы голову просто отрубили как курицы и смотрели, будет ли его тело бегать после этого или не будет, а если будет, ну прикольно как бы, но вряд ли будет, вряд ли будет, да. Такое, такое. Ну а хули, ты же во время съемок творческий занимался, творчество устал, ну пойди тогда поебашь за станком, отдохни, это же смена занятий. Не, я согласен с этим чуваком с гопником, он, то есть потому что, потому что, да, мы не можем одновременно работать и думать, ну можем, конечно, можем, но тяжело, тяжело-тяжело-тяжело-тяжело-тяжело, очень тяжело. Одно, как бы, усложняет другое. Да, большое спасибо рабам, действительно. Оболтишь? Это ты думаешь, я такой дурак, пт-ушник? А ты своих друзей вот офисный планктон поспрашай, они же с высшим образованием. А что тут, что тут тоже нифига, сцени пишут, не мыслят о судьбах мира? А чего это? Да потому что они тоже работают и устают, потому что без разницы, че ты пешешь ты языком, перекладываешь ли ты бумажки, ты тратишь восемь часов своей жизни, после этого ты устаешь, и неохота ни думать, ни мыслить, ни читать. Ну, на самом деле, тут смотришь, какая работа. Ну, да ладно. Это ты такая вся внезапная, по утрам в трамвае думаешь о судьбах мира, а я утром в трамвае сплю. Но ведь это не жизнь, это существование. Ну, мой. Что ты мне предлагаешь? Вот мне интересно, что ты мне фальтернатива... Не, я здесь серьезно, я одобряю, да, добровольное рабство, то есть без таких людей, как вот этот чувак, вот как вот этот герой, вот второй существовать бы не смог. Без десятков, тысячи, сотен вот таких вот долбоебов, как бы, вот того бы не было. То есть долбоебы в мире, они нужны, они полезны, они необходимы этому миру. Мир держится на долбоебах, как бы. Фундамент нашего мира, это вот бодлоны. Бодлоны, это как бы, это основа, это базис нашей пирамиды великой, нашей пирамиды знаний. Но понимаете, и самим бодлонам, правда, самим бодлонам, было бы очень плохо без людей, которые думают о том, как им живется, которые хотят улучшить их положение, без людей, которые пытаются изучать мир, предлагают новые методы. То есть, вот без этих людей, бодлоны, они бы оставались там реально на уровне рабов, их бы просто там в мясо херачили бы там, не знаю, мачете, чем угодно. У них не было бы никаких прав, их там, не знаю, заживо могли бы жрать просто, все что угодно, там, не знаю, насиловали бы их, их жен, их детей, вообще без разницы. А если бы не было никаких прав, никаких там мыслителей, которые выдумывают, что правильно делать, что неправильно, что хорошо, что плохо, если бы не было таких людей, вот он бы вообще в таких условиях работал, и рассуждал бы точно так же, что ему было бы тупо очень плохо. Так что, друзья, мы все нужны, мы все по-своему нужны, мы все по-своему важны, мы все выполняем какую-то роль в этой пирамиде. Без одних не будет других, там, без других первым будет житься хуже значительно. Все, все связано, все помогает. А я не знаю, подумай хоть о чем-нибудь, поставь себе мыслительную задачу, поразмысли, реши ее. Ну, нахер надо, ну, ему это не нужно, этому чуваку это просто не надо на самом деле, ну, он этим не будет полезен, он этим будет даже вреден, если он попытается начать решать задачи, как ты, например, вот ты вреден, например, ты тупой мудак, и ты очень вреден. Ну, то есть, ну, кадавр даже не может изобразить адекватного интеллектуала, потому что он, ну, изображает его уже юмористически, он не понимает, как это работает на самом деле. Узри несправедливость, наконец. А зачем? Ну, как зачем? Ну, чтобы что. Не чтобы что. Ну, то есть, на самом деле, разделение между мыслителями, там, не знаю, интеллектуалами, там, не знаю, людьми искусства и прочими, там, не знаю, важными такими шишками, и вот таким вот обычным рабочим классом это вполне нормальное дело. Ну, то есть, это реально, блин, я не представляю, как Ленин собирался, в общем-то, сделать так, чтобы каждая кухарка могла размышлять о политике. Зачем ей это? У нее другие функции, она знает огромное количество других вещей, она умеет готовить еду, она знает, как правильно убираться, там, не знаю, она умеет использовать различные средства, там, не знаю, химические, знает, как, в общем-то, что, чем можно оттирать. То есть, у нее тоже большое количество знаний и навыков, просто эти знания и навыки, они не интеллектуальные, но большая часть ее, в общем-то, внутреннего, как бы, содержания собрана из вот этого вот. Если мы напихаем туда еще всякого дерьма интеллектуального, она просто работать не сможет. Ну, то есть, у нее будет... Короче, у нее будет... не будет достаточно места в памяти для того, чтобы еще адекватно работать. Мы не можем воспитать адекватных, там, супер-пупер уборщиков, там, не знаю, и при этом интеллектуалов, философов одновременно. Это мечта какая-то вообще неисполнимая, выходящая за пределы человеческой природы. А вот когда все по раздельности, по-моему, нормально. И если вот тот чувак попытается полезть к нам в философию, например, ну, от него не будет никакой пользы. Что? А потому что ты человек. Ты должен думать, чтобы отличаться от животного. Мыслить. Читать книги. Погодь, а ты что, решил, что человека делает мысль? Полагаешь, ты лучше меня, потому что... Нет, здесь на самом деле не то, чтобы кто-то лучше кого-то, просто разные люди выполняют разные функции, это нормально. Я сейчас, например, выполняю развлекательную функцию по преубочистству. Да хоть даже умнее я, на чьи-то не, поэтому ты лучше меня. А почему нет? Ты не обижайся, но ты необразованная быдра. Ну, тут вопрос, в чем лучше? Ну, например, за станком стоит лучше рабочий. За станком стоит лучше рабочий. Если этого чувака поставить за станок, он себе пальцы сразу отрубит, как бы. Просто чувак останется без пальцев. От него пользы у станка вообще никакой не будет. Хотя в интеллектуальной сфере тоже нет, потому что он тупой. Ну, да ладно. Потому что это кадавр, на самом деле. Который еще и противится просвещению. Да кто тебе сказал, что твой критерий оценки человечности верен? Ты просто умеешь, ты просто любишь читать и любишь заморачиваться по всякой там херне. И теперь по этому критерию стал оценивать людей. Ну, Загдауман, вообще понимаете, в чем еще фишка относительно Дугина? Дугин продвигает общую политическую повестку, путинизм разрабатывает в тех или иных видах. То есть, Путин полезен правительству. А вот если общество, так или иначе, если есть заинтересованные люди, которые занимаются разными типами философии и спонсируют ее, ну, они способствуют развитию плюрализма, философии. Это вообще круто, это вообще нереально круто, что обществу, хоть кому-то в обществе это интересно. Я прям очень удивлен, что реально это кому-то в обществе интересно, и я вообще очень рад. Вообще очень рад, что есть какая-то ниша, в которой можно как-то функционировать такими вот интересными идеями, не знаю. Естественно, по твоей шкале ценностей я тупой дегенерат, ведь я не читаю книжек. Это несправедливая херня. Давай, знаешь что, давай оценивать хорошие... Ну, нет, Загдауман, я с вами не согласен, потому что, наверное, большинство интеллигентов так или иначе просто не попадают ни против элиты, ни против бодланов, они просто нигде оказываются, к сожалению. А, тут проголосовать нет. Я думал наоборот, что каждая кухарка сможет управлять страной. Прям нет. Это не так было. То есть, это не то, чтобы всякая кухарка будет настолько образована, умна и охеренно, что она сможет еще и страной управлять. По-моему, это в таком контексте было в том числе сказано. Ну, да ладно, не знаю, может я что-то путаю здесь. То есть, людей по количеству сваренных в неповоротном положении труб. Причем здесь трубы? Че за пресс? А при чем тут книги? Ты хуесос. Я люблю знания, давайте оценивать всех людей по количеству знаний. А я вот люблю варить, давайте оценивать людей по количеству сваренных труб. Норм. Ну, кстати, прикольный тейк. Нормально, действительно. Потому что и тот поэта чувак полезен, второй чувак, конечно, бесполезен, но если бы на его месте был хороший интеллектуал, он тоже был бы очень полезен для общества. В целом, для общества. Какой-нибудь Гегель, например, очень полезен оказался для общества. Кант какой-нибудь крайне полезен для общества и для науки, например, тоже оказался. Огромное количество полезных интеллектуалов и без интеллектуалов, ну, мы бы жили сейчас в абсолютной жопе, как бы. Опа! Ты бы даже трубы варить не мог, потому что эту технологию никто бы не открыл никогда вообще. Ты бы, не знаю, трубы из своей жопы бы делал где-нибудь в пустыне, в Египте. И по моей шкале я самый лучший, а ты хуесос. Да нет, ну, знания. Ну, что знания? Вот так же, как ты любишь свои думки, какой-нибудь школьник любит свои компьютерные игры. И по количеству пройденных игр ты человеческий биомусор. Я чуть-чуть получше, а он вообще прекрасный человек. Ну, может, мой критерий спорный. Но. Эзоп, мыслитель раб. Просто выдумка бразильца. Такого быть не могло. Нет, ходят слухи, что Эзоп в определенный период своей жизни действительно попал в рабство. У греков были возможности попасть в рабство. Диаген Синопский, кстати, тоже ходит слухи, что он в определенный период своей жизни попал в рабство. Известный стоик, сейчас я забыл его имя, на букву Э. Какой-то стоик поздний на букву Э. Ну, да ладно. Да, я сейчас не вспомню. Короче, он тоже был рабом определенный период своей жизни. Но потом стал учителем чуть ли не император, вроде даже. Кивилизацию движут. Мыслящие люди. Ученые. Они не такие, как ты. Они не оценивают людей по пройденному играм или посваренным. А вот Аристотель вроде не был рабом. Не помню такого. Может, ошибаюсь, но вроде не помню. Они оценивают людей по мыслям и идеям. Все, что есть вокруг нас, это из... Да, Усеники был учителем. Нет, Сеника... Это не Сеника, но он был учителем вроде Усеники. Я не помню. Забритено и придумано учеными. И вот они оценивают людей по знаниям и по прочитанным книгам. А ты-то... Ты-то хуеплет, какое отношение к ученым имеешь. Ты ведь хвастался книгами, противопоставляя мне, себя. Какой-то стоик и раб это эпиктет. Правильно, Джон Дой, спасибо большое за то, что позволили мне вспомнить этого стоика на букву Э. Это он. Это действительно он. А я ведь не спорю. Ученые, они полезные. Но ты-то... Ты-то, блядь, кто? Ну, ученые тоже, смотря какие полезные. Ну, с учетом, что есть огромное количество тупо фейковых специальностей, по которым надо тупо защищаться. Они нужны тупо для того, чтобы на них защищались ученые. И больше ни для чего. Они не приносят никакой пользы, даже познавательной. Вот если мы про таких ученых говорим, то большинство из них окажутся бесполезными. А у науки вообще очень низкий КПД с точки зрения пользы, если мы будем так смотреть. Наука дохера исследует, но при этом полезных исследований из всего этого меньшинство окажется в итоге. Но, к сожалению, наука так работает. Процентное соотношение полезных и бесполезных открытий и специальностей, к сожалению, не на пользу науки здесь играет. Ну да ладно. Важно, что она хоть что-то полезное производит. Это уже как бы делает ее тоже, ну, юзабильный. Ты что в своей жизни изобрел? Что придумал? Карпотки, блядь! И ты на этом основании приравнял себя по полезности к ученым? Ну ты и хуесос! В общем, материшься постоянно как быдло. Не можешь без моты, что ли? Напряги извилины. Не, ну вот этот чувак определенно априори вреден, так как он разыгран. И таких чуваков дохера, которые пытаются косить под интеллектуалов, при этом ничего для мира не делают, ничего не исследуют. Ну просто какие-то тупые херы, которые вот просто вот в небытие висят, никакой пользы никому не приносят. Ну это такое есть, да. Найди какие-нибудь другие синонимы. Да не хочу я искать никакие синонимы. Я же сказал, я устал. И не буду я ради тебя искать никакие синонимы. Ты черт! Возомнивший себя не быдлом. Поставил себя выше меня. И таких, как я. Приравнял себя к научной элите. Ёба-боба. Ну хер с тобой. Может ты не ученый. Может ты какой-нибудь, блядь, непризнанный философ. Может ты на досуге, как это, думаешь о смысле жизни. Может быть он на досуге изобретает новое политическое устройство, в котором, в общем-то, таким вот чувакам, как ты, потом будет житься еще лучше, например. Вдруг так. А вдруг так. Ну да ладно. Ну и в чем смысл жизни? Вот именно. Я не знаю. Да ну нахуй. И я не знаю. Я не мыслю и не знаю. А ты мыслишь и не знаешь. Охуенно ты полезный пирожок. Пирожок с говном. Так, может быть твои книжки хотя бы что-нибудь там рассказывают, да? Ну там эти как их были. Кантер, Хайдеггер и прочие Платоны с Аристотелями. Они там что-нибудь доподлинно выяснили по поводу смысла жизни. Ты мне переск... Ну, каждый из них может быть что-нибудь считает, что он что-то где-то выяснил. Так что да. Я потом пойду на заводе пацанам расскажу. Нам же всем интересно, зачем мы все здесь живем. Молчишь опять? Еще нибудь постоянно думаешь, почему вокруг все такие тупые? Почему все вокруг такие идиоты? А что если они не тупые? Как тебе такая идея? Может быть, ученые, мыслители, они действительно лучше всех нас. Но вот только ты-то, диванный теоретик, любитель читать книги, подписавшийся небось на все паблики. Охуенно. Да. Люблю читать книги. Ну то есть, ну понятно, что второй чувак изображен крайне гротесно и он реально тупой. С другой стороны, понимаете в чем дело? Понимаете в чем дело? Есть некоторые очень полезные специальности, в которых нужен определенный уровень интеллекта, так скажем. Заметили, да? Есть такие специальности. И люди, которые в принципе читают, что-то изучают, которым свойственно как-то о чем-то задумываться, вот у них обычно вот этот уровень интеллекта немножко повыше. И в таком случае они на таких специальностях могут пригодиться. Таким образом, они, расширяя свой диапазон, и даже, даже если они злые, если они считают таких вот замечательных парней, как вот этот в кепке и быдлом, они все равно оказываются полезны. Они все равно оказываются хороши, прекрасны, но просто вот это вот мнение о том, что вот есть быдло, а есть не быдло, там о том, что вот этот чувак в кепке быдло, а вот сам он выше и лучше него, это наоборот его стимулирует, стимулирует становиться лучше, стимулирует становиться, значит, еще и полезней для общества. Вот в таком случае, я думаю, ну, вполне такая позиция может быть даже адекватной. Сир, видите, нас в бой пишет. Один приравнял себя к интеллектуалам, хотя тупой, другой к людям труда, хотя рукожопой. А на самом деле все это один и тот же Константин Кадавр. Рукожопый дурак, как бы. Вот это да. Если вы рукожопый дурак, кем вы становитесь стримером? Окей. Обидно сейчас было, честно скажу. Даже самому было обидно, но ладно. Цитаты великих писателей. Ты-то не ученый, потому что ты ничего не создаешь. Ты сидишь на жопе ровно и думаешь, разговариваешь со своими внутренними голосами, потому что настоящий сварщик тебе бы так не ответил. А стоило бы. А я твоя больная фантазия. Ты опять просто сидишь и думаешь, и ничего не делаешь. Праздность твоя рождает чудовище.